Всем привет! Сегодня у нас пятница. Хотела заснять влог с Бонни, так как меня об этом многие-многие просили. Ну и в принципе я давно уже с ней ничего не снимала. Хочу съездить в торговый центр, забрать заказ детского мира. Я заказала там игрушку-подвеску на нашу коляску. Я уже просто задолбалась выбирать эту игрушку, так как мне ничего не нравится. Либо же игрушка чересчур огромная, и её просто невозможно повесить на нашу компактную коляску. Поэтому сегодня я съезжу её, заберу и возьму с собой Бонни. Ну и также я хочу посмотреть вещи в детском мире. Есть там что-нибудь новенькое, может, не знаю. Также ещё хочу зайти в Сенсей. Также сейчас ко мне должен приехать курьер. Курьер я заказывала коробки для отправки кукол, немножко поменьше размером, потому что коробки, которые у меня сейчас есть, они для кукол ростом 60 сантиметров. А у меня таких кукол заказывают очень редко, поэтому мне нужны маленькие коробки. Я заказала маленькие, и посмотрим, что мне привезёт курьер. В принципе, всё. Сейчас я буду собирать Бонни, буду сама собираться. Также ко мне приехали вещи с Wildberries вчера, и я решила вам их тоже показать, так как я их ещё не убирала. Это первый вот такой комплектик. Кстати, качество вообще безумно классное. Вот такой вот комплектик. Это прям для самых-самых маленьких. Далее это уже на 56 сантиметров. Такой вот красивенький тоже комплектик. Вот такой комплект, тоже прикольный, тоже на 56. Также я заказала носочки, и ещё одни находятся на Ханночке. Я на Ханну одела этот комплект, так как он какой-то очень большой оказался. Вот, и носочки вот эти вот. Но шапка Ханни, скорее всего, будет мала, я даже не стала её натягивать. Это всё турецкая одежда, кроме вот этого и вот этого. Такой вот комплектик, тоже турецкий. Итак, вот как я одела Бонни. У неё, кстати, вот эти вот радуги подходят под эту пелёночку. Они тоже такие кривые. Такие носочки одела тепленькие. Такой вот комбинезончик. Так как всё равно прохладно на улице. Не знаю, будем мы брать пустышку или нет. Вот шапочку я тоже не знаю, какую одеть. Может быть, без шапочки ехать. Ну, у нас есть вот такая вот шапка. Я её так накрутила. Ну, в общем, вот такая вот новенькая шапочка. Сейчас примерю. Ну, вот и всё. Я собрала Бонни. У неё вот такой вот тёпленький одет комбезик. Укрыла я её муслиновым одельцем. Мы его, кстати, вообще уже давно очень не доставали. Вот. И повесила ей сюда зеркальце. Вот. Типа она на него смотрит. Поедем мы на такси. Кстати, я взяла с собой ещё вот такую игрушку. Хотя сколько раз её брала, ни разу не весила сюда. Потому что она длинная слишком. И взяла шоппер для покупок. Хотя не уверена, что он мне понадобится. Очень удобно, что не нужно никаких сумок с собой отдельно брать. Сюда я кладу телефон. Сюда кошелёк. И всё. Ну, если что-то ещё нужно, то можно вот сюда закинуть. Даже покупочки те же самые тоже можно сюда всё закинуть. И закрыл. И ничего не видно. А в другой руке у тебя ключи и колёса от коляски. В общем, очень удобно. Ну, конечно, шапочку бы я сняла. Потому что, не знаю, она слишком тёплая кажется. Когда столько раз я её подогнула. И так мы уже приехали. 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 Вот эта, кажется, намного меньше, чем эта. Если это так, то я её возьму. Значит, товарищ, мы уже сделали покупочки. Там прям всё, что я и хотела. И сейчас мы пойдём куда-нибудь в ленту, наверное. Не знаю. Боня у нас типа спит. Ну что ж, меня забрал Виттер. И мы поехали домой. Вот так долго я ходила. Так вот лежит Боня. Ну что ж, я готова вам показать то, что мы купили. Сегодня у нас уже следующий день. Тут у нас Боня лежит. Тут у нас Боня лежит. И я взяла две пустышки. Они были по 69 рублей. Вот. Прикольные. Мне они вообще нравятся. Я их беру для репорнов, которых делаю на продажу или на заказ. Также я купила вот это вот колечки. Вот. Они одеваются на коляску. И можно прикреплять погремушки, игрушки и так далее. Вот. Давно очень хотела их купить. И тут они были по акции на сайте. Поэтому заказала. Также я вообще... Моя главная цель была купить игрушку для коляски. И я вот такую игрушку заказала. Вот. Мне безумно нравится её звук. Вот этот вот. Это получается, не знаю, горшок, а в нём морковь. И она ещё гремит. И она ещё, по-моему, вот эта вот штучка переворачивается. Вот так она выворачивается и получается типа колокольчика. Но мне наоборот больше нравится. По сравнению с остальными игрушками, это довольно-таки небольшая. И так же я ещё взяла вот такие игрушки. Уточка. Тоже маленькая игрушечка. И вот такая пандочка. Не помню, что они делают. Вроде бы ничего не делают. Это шуршит. А это ещё шуршит. Вот. Они небольшие и тем самым удобны для того, чтобы повесить на нашу коляску маленькую. Вот. Я взяла две, чтобы было поинтересней. Вот так повесил. И всё. Красота. Можно даже в три что-то весить сразу. Всё от одной фирмы. Вот. Так же я была в замешательстве, так как видела пустышки 6-12 месяцев и вот 0,6. И мне казалось, что вот эта вот часть у 0,6 меньше. Хотя вообще, в принципе, у них основание вот это вот пластиковое, оно у них одинаковое у всех должно быть. И вот я не знаю, показалось мне или нет, я хочу сделать вот эту пустышку для Бонни, потому что у Бонни нет пустышек. А вот эти можно для Наоми и для Луи оставить. Ну, может, если Еве подойдёт, то можно и Еве. Вот. А то многие мне писали в группе ВКонтакте, я устраивала там опрос. И мне пишут, ну да, действительно, они имеют отличия, потому что те на 0,6, а другие на 6-12 месяцев. И в итоге меня, мне кажется, за дурочку приняли. Ну, хотя я вообще не об этом имела в виду. Вот. Так что сделаю пустышку для Бонни. И так же купила я в Сенсей. В Сенсей, кстати, вроде бы продолжают выпускать вещи для маленьких. Так что, слава богу, я думала, что всё. Не будет у нас в Сенсей детских вещичек. Вот. И там вот такие вот классные лосинки я нашла. И вот такую вот классную кофточку. Я вообще просто тащусь по этому цвету нынче. Потому что я смотрела один сериал. Ну, и до сих пор его смотрю. И там очень, вон, крутой вот этот цвет на детишках. Безумно нравится. Вот. Но это уже для Наоми, скорее всего, для Ханночки. Но на Бонни это будет большое, потому что это 62 размер. Вот. Ну, красивенько очень. Это не комплект. Я просто сама придумала, что это можно носить вместе. Вот такие вот у нас покупочки. Прям прикольные, я бы сказала. Я распаковала пустышки. И они действительно маленькие такие вот оказались. То есть они подходят для Бонни. Нужно будет отрезать сосочку. Ну, для Наоми я оставлю неотрезанную. Я не знаю, какую оставить. Вот. Вроде бы выглядит неплохо. И вот это вот еще. Самое мимимишное. Вот. Хотя, не знаю, может быть, она все-таки велика. Но я все равно сделаю одну для Бонни, потому что у Бонни только одна пустышка. И она мне уже надоела. Вот. А эти пустышки у нас от Авент. И они были по акции в детском мире. Прям очень дешево. Две пустышки вроде 500 рублей. Я таких цен не видела, чтобы так пустышки стоили. Поэтому я решила, что я возьму. Это новая коллекция. И нигде таких цен нет. Вот. Так что сейчас еще вот это распакуем. И вот эти игрушечки. Также, помимо этого всего, я купила вот такие подгузники. Это Хаггис Ультракомфорт. Они универсальны как для мальчиков, так и для девочек. Это размер тройка. Их тут 78 штук. Я посчитала. У меня где-то один подгузник получился за 10 рублей. Вот. Они стоили за эту упаковку 700 рублей. В пятерочке продаются. Вот. Ну и я думала, что дизайн будет вот такой. Вот. Как оказалось, дизайн у нас самый-самый наипростейший. Вот. Все. Ничего особенного. Такие самые обычные подгузники оказались. Я покупала их для Евы и для Ханны, так как у них размер тройка. Ну и также, если мне понадобится отправить куколку, вот, у меня тоже будут подгузники. Поэтому я решила взять сразу же огромную пачку. Я нашла вот такую пустышку у нас есть для Луи. И она так смешно смотрится на Бонни. Но это большая пустышка. Вот. Я хочу переделать вот эту сейчас на магнитную. Дать ее Бонни. Мы пошли теперь в Айлберрис за посылочками. Я повесила вот эту игрушку. Только она вот так вот спускается. Ну ладно. И там у нас лежит пустышка. Я ее еще не сделала. Мы уже дома. И ко мне приехал новенький чехольчик. Я купила его для того, чтобы моя карточка была со мной. Так как я заметила, как наступает лето, я ношу только такие чехлы. Потому что мне нужна карта рядом, чтобы я не таскала с собой кошелек. Вот. Так что чехол вообще супер. Ну и также я заказала удобрение для вот моего единственного цветка. Растение комнатного. И вот такое удобрение заказала. Развела его. И получилась вот такая вот консистенция. Кстати, вот такая вот еще штучка приехала. Опрыскиватель. Все нажимаете. И оно пшикает. Вот. Я уже смочила листочки. Потом, если что, на неделю полью еще. В общем, вот такое вот получилось. Удобрение. Так что класс. Мне безумно нравится этот опрыскиватель. Очень эстетичный, красивый. Так что да. Обычно у меня этим занималась бабушка. А сейчас этим занимаюсь я. Это единственный цветок, который я забрала у родителей. Ну, точнее, когда жила у родителей, то у меня был единственный вот этот цветок на подоконнике. Потому что все остальное место у меня занимали куклы. И у меня, в общем, не было места для растений. И вот этот цветочек был всегда со мной. Вот. Он уже много раз цвел. Много раз выпускал цветочки свои. Но в последнее время он меня что-то не радует. Поэтому я решила его, так сказать, удобрением полить. Может быть, ему понравится. Так что да. Хотя я вообще не фанат растений, цветов. Я ненавижу это все. У меня больше к искусственным цветам лежит душа, нежели чем к живым. Как, собственно, и к детям. У меня тоже лежит душа к искусственным, а не настоящим. Ладно, это шуточки, конечно, все. Я уже вот сняла из упаковки. Достала, точнее, вот. И вот такая вот цепочечка получилась. Также одной игрушке я уже показывала, что я ее прикрепила. Еще одна вот здесь. И вот эта. Кстати, кому интересно, у меня сейчас в процессе две малышки вот такие из молдика Розали. Я вот прошила полголовы. Нужно еще полголовы прошить. И также еще одна вот такая малышка тоже на очереди. Они прям мои любименькие. Самый мимимишный молд. Такой зайчик. Маленький. Итак, я хочу закончить этот влог. И я сделала пустышку для Бонни. Она мне безумно нравится. Помимо того, она ей подошла. Конечно, она все равно большевата немножко. Но мне все равно очень нравится, как она смотрится. Вот. Видите, она прям очень реалистично села. И так вот здесь я приклеила магнитик. Его нужно будет пластырем потом заделать. А так вообще безумно классно. А вот такую пустышку я обрезать не стала. Я решила ее дать Наоми. И эти пустышки вообще просто идеально подходят для Наоми. Поэтому я, наверное, куплю еще какие-нибудь из этой коллекции пустышки. И они не великоваты. То есть они, вот видите, идеально под нос. И подходят. Бипс, например, ей большая будет. А вот эта вот прям хорошо села. Вот. Ну и последняя, третья. Она у нас пока что не обрезана. Но я хочу ее сделать тоже на магните для Луи. Ну а на этом было все. Надеюсь, что вам понравился этот влог. И спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока.